приветствую всех любителей третьего варкрафта у микрофона пончо и добро пожаловать на карту last refuge она же последнее убежище для вот этого вот с китайца который попал в немилость таким вот существом недоброжелательным что ж сегодня встречается у нас два очень интересных игрока сверху красным цветом за альянс стартует игрок с китайским никнеймом что в переводе значит свет человечества по крайней мере я посмотрел перевод его иероглифов в переводчики и интересный никнейм свет человечества символично но так получилось что он играет за альянс сразу хочется отметить что у него рабочий вышел на постановку фермы в интересном месте таком знаете на около центрального прохода в принципе он будет знать куда направляется его оппонент по крайней мере одна из путей будет уже под скаутом под разведкой можно будет слева пройти можно будет справа то бишь снизу да вот и интересная задумка будем посмотреть так сказать что он сможет противопоставить а симонсу симонс у нас игрок из кореи его оппонент из китая как вы могли уже догадаться и что примечательно симонс играет через дред лорда погнали пехотинец на разведке видит что здесь творится ну уж нет я не поверю что собирался отманивать нейтралов с мерка с меркампа кстати сразу окружает пехотинца судя по всему да если только сверху не будет интересно смотрите здесь оставил получается элема архимагом китаец лим вытанковал урон ну и ополченцами закрепил данную точку хорошая такая хорошее начало для альянса возможно он не не в первый раз играет против симонса и поэтому решил настолько рано прийти на харасс а у дред лорда же у нас имеется ритуальный даггер жертвенный череп ну и парочку заряда жезла некромантик кстати не удалось окружить футмена успел его разбудить своим лимом игрок за альянс ну и тем не менее продолжает здесь точнее начинает крепится прямо перед своим оппонентом доняет свою гульку ритуальным даггером что тоже неплохо самое главное не отдать опыта архимагу архимаг пытался здесь добить кстати говоря это по моему либо минус телепорт либо минус архимаг обратите внимание нет не выпускает из под окружение архимага минус архимаг первого уровня правильно делает в принципе да по макро решением альянс то что решает слить своего героя а не тратить на него телепорт ну и поглядим как будут развиваться события вообще учитывая то что альянс играет с одной базы довольно антитемпового для него было терять герои тем не менее он это сделал сам переходит в т2 ставится кузница скором времени начнется а продакшн рифлов здесь же дредлорд второго уровня прокачал ауру что интересно отменяется шахта на один раз довольно неплохая реакция от альянса весь по окружении попадается пехотинец ну в принципе два пехотинца потерять взамен на отмену шахты тоже довольно таки неплохая тема это я знаю наверняка колечко защиты плюс 4 забрал себя архимаг ну и первый рифл уже вышел вот-вот появится т2 специального не до заказа 2 рифла потому что поможет могут не хватить ресурсы на заказ заказ героя второго коем является mountain king а здесь graveyard ставится в ранее причем не стал симонс наглеть и до нерубки ставить шахту вновь потому что прекрасно понимал что ему нужно раскачекарить своего героя третий уровень есть уже на дредлорде пока что ничего не качает а держит скиллпоинт в рукаве скажем так второй сон прокачал довольно неплохая тема что теперь сон буквально будет бесплатным если он до этого 80 ман есть не ошибаюсь стоил то на втором уровне по моему 40 а то и 30 эксперты в чатике подскажут в общем поглядим как будет на деле появляется mountain king ставится power rebuild дом arcane sanctum волшебное святилище ну а здесь постановка шахты от симонса срывает гулей неужели будет крепить меркам да судя по всему просвечивает здесь хрустальным шаром видеть что творится в принципе он и мэйн должен был просветить в курсе чем занимается его оппонент мы и здесь архимаг приближается ко второму уровню по идее должен получать с лихой потайку опыта второй уровень появляется и появляется мано реген мано реген аура альвина и рок штурмграда тем временем выбивает симонс себе на дредлорда книжка ловкости тоже довольно неплохой артефакт плюс к ловкости дополнительная скорость атаки тоже не помешает ему просто крепится ничем лишним не занимается симонс ну и вот-вот уже достроиться шахта хотя здесь еще четверть даже задать по временем здесь же крепится центральная . одна из ключевых почему спросите вы я вам отвечу расходник очень и очень сильно влияет на подпуш от игрока который закрепил эту точку и в этом случае как раз такие игрок за альянс залутал себе большую хилку на 500 хп это довольно таки сильная тема это я знаю наверняка приходит видит что шахта достраивается здесь еще и башня духов готова под оборону симонс вообще очень классно отыгрывает этот эпизод он не стал драться со своим оппонентом просто идет к нему на базу до судя по всему переучивается на задувку и второй сон да таки получается элемом видит направление своего оппонента здесь свет человечество будем так его назвать до этого китайца ой по поджали здесь рифла неприятно конечно его терять кто даже не успел убить гульку конечно это печальная новость для альянса почему потому что он сидит с одной базы это во первых во вторых у него каждый юнит прям знаете навес золото то что он не имеет права себя так сказать нести дополнительные потери в то время как его оппонент уже поставил базу получается нам более-менее укреплена не рубка башня духов здесь кстати на передовой мастерская стоит от альянса это абсолютно верное от него решение вы спросите почему потому что если мастерскую поставить дома например здесь то дредлорд со своей свитой может просто-напросто перехватывать этот лимит например кидать в сон окружать и до свидания мортирки да а вот на передовой такой возможности уже не удастся ему нужно будет уже непосредственно идти в контакт и не всегда этот контакт скажем так играет на руку для нежити отменяется здесь некрополь неплохо здесь реагирует игрок за альянс вот вам пожалуйста мортирка на передовой кстати грейда на атаку нет хотя по-хорошему нужно было бы заказать один околит чинит не рубку другой соседние соседний зигурат который грейдился в башню все-таки пробивается не рубка не успевает здесь переконтролить нужно было всех колитов срывать на починку ничего страшного в этом не было бы по крайней мере выиграл бы время что у нас до сих пор нет грейда потому что с лесом проблемы у альянса сами можете обратить внимание и он сейчас делает грейд на улучшенные топоры для своих работяг для хорошего хорошей добычи леса архимакс здесь подставляется не совсем этого приветствуется нужно его лечить обязательно порядке минус очередной зигурат падает башня духов также подставляется уже вторая башня духов ну а дредлорд просто не стал терять время даром кстати книга интеллекта плюс 2 странно почему ему не забрал симонс все-таки это как-никак 30 маны дополнить с учетом того что дредлорд у нас играет через активные спелы это и вовсе очень хорошая тема пошел грейд на т3 от симонса вчера буквально на своем стриме я спрашивал почему здесь полумесяц у темной цитадели внятного ответа я не получил вот чатика если среди вас будут если среди вас есть эксперты то пожалуйста пояснительную бригаду почему здесь полумесяц на фоне черепов как бы немного такой себе кстати добивает своего паучка руками дредлорд пытается он убить что не что что нибудь своему оппоненту получить пятый уровень на дредлорда и с третьей задувкой конечно будет гораздо проще обороняться и все-таки сейчас он использует эту задувку чтобы нанести хоть такое-то количество дпс а маны нет на маунте кинге перевод переживать не не стоит пятый уровень есть на дредлорде прямо сейчас можно закупить баночку лечения что собственно он и делает неплохая такая осада оппонент ой просто квадрокилла оформляет еще и сейчас пентакил будет до свидания минус 5 юнитов в одночасье итальянцы это просто нечто с чем-то если вам такой контент залетает дорогие друзья не забудьте поставить свои пальцы вверх спасибо всем тем кто это регулярно делает мне очень приятно и это довольно таки хорошая тема для канала который все реже стал выпускать касты уж простите меня за это тем не менее стараюсь находить для вас более-менее уникальный контент нежели чем просто штамповать обративные сражения без каких-либо инсайтов но мы продолжаем 3 3 герой на точнее третий уровень на архимаги возвращается немного успокаивается пока я успокаиваю в смысле сбиться такое бывает такое бывает немного темп сбавляет сейчас собирается красную точку крепить судя по всему отманивает укра лорда с красной точки есть диспл на самом деле можно было бы и дисков использовать чтобы он не столь жестко наваливал до болт тоже здесь я лишним не будет когти плюс 12 но такой себе артефакт вообще конечно очень хотелось бы ауру таурена или же ауру рыцаря смерти потому что именно эти две ауры дают возможность скажем так больше возможности по мобильности на карте и обратите внимание что делаете симонс в это время он купил дирижабль и готовит залет на мэйн оппонента очень интересно вырублен лес как будто здесь заначка да такая была спрятанная вызывается скелетики с книги смерти которую он выбил с лаборатории моментальный телепорт последовал мы и правильно делать иначе здесь можно растерять абсолютно всю свою экономику отличная задушка по всем юнитом с телепорта мы еда здесь конечно уже не пройти юнитом юниты уже здесь тупят нужно отбегать есть вертолетик кстати очень классно успел ответить на выпад оппонента виде дирижабля вертолетиком игрок за альянс просто далеко не все игроки и не всегда успевает так среагировать то есть в этом плане хорош хорош один грейд на атаку имеется на стрелковых юнитах что у нас здесь в тир-3 под шумок вышел игрок за альянс здесь под зельем невидимости решает зайти в рабочую линию ставится точнее восстанавливается в очередной раз вышка которая по идее в арканку должна будет дальнейшем превратиться есть сетка не менее классная реакция от симонса то что прокачал сетку и наказал по крайней мере обездвижил до вертолетика который наносил урон по дирижаблю но прикол в том что симонс не в курсе что здесь стоит дополнительная база возможно он туда направится сейчас своим дредлордом кстати очень неплохо было бы ему заиметь сапоги учитывая то что он играет в соло героя ну и да по идее сейчас наткнется на экспант минус дирижабль извиняюсь минус вертолетик дирижабль пока что живет тут копятся статуи ну и дредлорд находит здесь нычку ну такой себе такая себе задовка кстати получает 6 уровень обратите внимание на скорость атаки дредлорда весьма себе такая неплохая да вот о чем я и говорил сапоги и возможно даже не было бы лишним здесь купить персоналку вместо того чтобы терять телепорт потому что телепорт тебе дает возможность так сказать шанс на ошибку задувка пошла сейчас будет интернал и не дает баш пропнул и поэтому не успел отдать вовремя интернал и тем не менее вот он спускается 1500 хп 60 урона по точнее хаосом еще и эмаляция есть ой просто прекрасная задувка альянсу нужно отступать по-хорошему ему нужно было бы когти плюс 12 продать и купить свитки исцеления потому что вы иначе вот такая вот хрень будет творится с его лимитом минус 2 рифла еще и подставляется мартира мартиру нужно отвести паладин без маны паладину передали баночку лечения на 500 вообще по хорошему нужно было оставлять его на маунте кинге кстати здесь интернала пробивают неплохо так получается да знаете я вот сейчас заметил инфернал на порченной земле не регенится то есть у него нет бафа на порченной земле будем знать ребят будем знать честно сказать я не знал здесь гули под фрезе подхарасили экономику минус вся золотая линия на экспанте у альянса инфернала до должен отправлять по идее да вот он инфернал бежит можно его оставить афк чтоб бил ратушу с этим он просто-напросто великолепно справляется здесь уже mazdes 3 пошли задувка пошла не хватает здесь немного хладнокровия альянса немного хотя бы отступить выкупить свитки исцеления с другой стороны если посмотреть у него очень неприятный лимит 51 лимита по-хорошему избавиться от одного рабочего и добывать по 10 монет по 10 монет за секунду нежели чем по 7 еще гульки отправляются на харасс очень хорошо отыгрывает этот эпизод по макро симонс кстати дредлорд не погибнет дредлорд может погибнуть выпивает баночку лечения с баночкой маны еще одна задувочка нужно стоять отлично здесь статуя помогает отрегениваться немного в диспозиции находится статуя вот это понимает симонс от контролирует это все дело мы и на моей не имеется цитадель а также не рубка под которую не стоит лезть альянсу неплохое количество уже кастеров здесь собралось мастерскую имеется inner fire но inner fire не стоит делать ученого что здесь 4 дистра есть и хочется отметить то что симонс не взял второго героя то есть вообще дредлорд раскрывается полноценно только вот на шестом уровне дальше уже не столь важно его не стал не столь важен его скейлинг то есть мне кажется вот аккурат после того как он здесь получил 6 уровень нужно было ему заказывать второго героя маунте кинг сапогов нет на на нем болт полтон достает очередной инфернал падает с небес суда же и задувочка пожалуйста до свидания распишитесь дальше не надо говорит сон на дредлорда диспелить его окей дэстрами отрабатывает именно по вертам обратите внимание это важно есть статуя а статуя также подставляется статую нужно убить убивается стать стать статуя дредлорд позади еще одну задувочку дает неплохо чисто по кастером работает своим инферналом ай-яй-яй как же по красоте работает симонс просто прям как по бумажечке еще одна задувочка болт в дредлорда можно его окружить кстати окружается дредлорд да ему не выбраться ему не выбраться но таким как бегает специально чтобы не так сказать не отпустить его из-под окружения второй уровень на паладине на лу хп минус дредлорд восьмого уровня друзья ай-яй-яй что за у нас перестрелка здесь инфернал убегает сверкая своими пятками и тем не менее выкупается дредлорд я просто удивлен насколько здесь хватает ресурсов у симонса кстати в скором времени закончится шахта буквально минуту добычи по вертолетом работает на кайте здесь можно по подфарбить своего героя вылетает очередной вертолет 20 грейды а тут инфернал пришел на мэйн гонять бедных работяк на мэйне 750 голды конечно очень не хотелось бы их оставлять хочется и кто добыть но тем не менее здесь экспант пока что стоит гулька пошла на харасс нужно разбираться с этой гулькой очень печально что на маунте кинге нет сапогов можно было бы их закупить хотя учитывая что половину игры сидел он с одной базы конечно каждое каждое вложение в героя это минус темп отлично убивает гульку инфернал полностью остановил здесь добычу ой-ой-ой тут подставляются работяги работяги страдают будет ли хил нет не будет хила скорее всего хилит таки одного из работяг говорит живи родной живи ты нам нужен ай-яй-яй просто ребят как говорится картина репина не ждали да да с экономикой у альянса все просто-напросто плохо решил подкрепить мер кем на 21 минуте игры дредлорд наконец-то таки сапоги взял правильно делать иначе каждый раз его могут после молотка окружать проверил кстати говоря здесь наличие крепинга не заметил еще один инфернал здорово две банки маны четыре стра две табуретки и все больше ничего не нужно а здесь же три героя и полтора при ста да с одним рифлом не знаю не знаю здесь чем мог бы ответить альянс просто-напросто отводится инфернал сейчас пойдет он по идее на main харасить вновь здесь уже тем временем 9 дредлорд хилит своего маунта кинга вообще в идеале было бы неплохо здесь третьего паладина за иметь не понимаю конечно герои пятого уровня воруют экспириенс просто передать когти плюс 12 на любого из героев и отбежать своим архимагом чтобы полноценный опыт 50 процентов получил вы здесь паладин вот сейчас да успел отбежать по моему или не успел по моему не успел окей 5 маунта кинг а паладин до сих пор 2 до кольцо архимага на маунта кинге два кольца ну очень плотно так запакован мк здесь же у паладина колечко регенерации которую он только что отсюда выбил здесь уничтожается вышка уничтожается workshop у симонса также шахта уже закончилась на мэйне тут 100 голды не успели до добыть работяги интерналу здесь немного осталось но его здесь нечем подцепить потому что интернал сам по себе неуязвим к магии а и окружать надо интернала решил просто отдать его симонс получает опыта опыт за него паладин что выпадает выпадает жезл ветров кстати довольно неплохой артефакт можно его таймингово использовать на дредлорде поднять в воздух и окружить хотя есть и destroyer и будут рядом сию симонсу я думаю более чем хватит реакции чтобы все это задиспелить 25 минута игры ждем кульминации так сказать мне конечно если обузить нон-стопом инферналов дредлорду то рано или поздно настроение у альянса закончится хотите вы этого или нет это работает именно таким образом с красной точки барабаны выпали аура на урон плюс 7 процентов на всю армию еще один инфернал туда же за дочкой сдачи не надо говорит симонс ой лимиты 36 на 21 просто соло дредлорд ребят соло дредлорд падают тут все юниты у у альянса нужно окружать дредлорда ой не успел не успела окружить нужно было просто элементарно встать в три точки тремя героями и попал бы под окружение здесь дредлорд у симонса но вы этого не произошло покупает на последние деньги да судя по всему или нет есть еще деньги у него сапоги на маунте кинга а здесь 10 уровня дредлорд третий сон нам просто-напросто может откидываться им нон-стопом заказал рабочего не пойми для чего для леса неужели но если так то он здесь долго будет добывать его нужно вовремя покупать шедера в таких ситуациях просто когда вы понимаете что у вас с экономикой могут возникнуть проблемы вы обязательно порядке должны об этом позаботиться болт отчаяние в околита здесь две банки маны есть на дредлорде очередные да скажем так паладин паладин ой а это минус архимаг как же круто забайтил ай-яй-яй ну хорош симонс хорош как я и говорил под нерубку под мэйн лезть это такое себе и учитывая то что здесь есть дирижабль дирижабль то нечем убивать просто дразниться его в одессе болт болт будет нет и погоди как вы сейчас не доигрался баш аккуратно ну да здесь под мэйном конечно скорость атаки у монты кинга не такая как хотелось бы продал какой-то из артефактов судя по всему на или нет или просто отказался до заказа кстати алтарь то падет здесь хватает интерналу мощи разобраться с этим но это гг по моему здесь есть статуи которые фулл мана ну я вам скажу это был гроссмейстерский мат альянсу очень грамотно отыграл симонс не суетился не стал строить супер такой лишний лимит ему достаточно было лишь поднять 4 дэстроф не подставлять их под урон и дожить до ультимейта дредлорда все ничего сверхъестественного оружие мат оппоненту гг ну что ж друзья вот такой вот матч надеюсь вам понравился если это так не забудьте наградить этот ролик своим лайком также делитесь с друзьями которые так или иначе и смотрят варкрафт оставляйте комментарии подписывайтесь на канал всем счастливо всем пока